Друзья, всем привет! Вы смотрите Askelly. Поговорим сегодня, пожалуй, о самой желанной сумке от Louis Vuitton. Модель называется Neverfull. Выпускается она в трех размерах. PM, MM и GM. У нас на столе сегодня два размера. Это большой и medium. То есть, грубо говоря, это MM, это GM. Что означает medium, grand. Данная модель сумки была выпущена в 2007 году и стала самой продаваемой сумкой в доме Louis Vuitton. Возможно, это потому, что она имеет еще вот такой вот клатч. А все любят купить что-то два в одном. Выполнена она из канвы и отделка кожи. Канва – это холст, обработанный винилом. В оригинале канва напоминает воловью кожу. Это легко проверить, проведя по ней рукой. Она более ребристая, рифленая, с прожилками. Что касается подделки, на внешний вид она, собственно, тоже, не совсем гладкая. Но вот на ощупь она, конечно, намного мягче. Еще одним отличительным признаком канвы считается ее пластичность. Несмотря на то, что она достаточно жесткая, она должна иметь такую подвижную, так сказать, текстуру. У подделки этого нет. Она, если сгибается, то достаточно жестковата. Далее переходим к кожаной отделке. Все мы знаем, что она при покупке всегда светлая. Но со временем она приобретает характерную патину, что называется загаром. Она варьируется от светло-янтарного до карамельного цвета. Чего не скажешь о деталях в подделке. Если со временем она и потемнеет, то это, поверьте, скорее всего от того, что она просто испачкалась. Поскольку я уже говорила, что это самая популярная модель, то это самая популярная модель среди подделок. С каждым годом они делают все лучше, мороча голову бедным покупательницам, которые попадаются на этот крючок. Они даже стали подделывать кода, которые также легко читаются. Но все же есть отличия, которые невозможно повторить, как в настоящей сумке. Про цвет ручек, пластичность и цвет монограммы, я уже сказала. Остается еще одна деталь. Это ващение. Обратите внимание, как обрабатываются края в оригинале. Мы видим, что все-таки это настоящая натуральная кожа. А вот в подделке как будто бы заламинировали. И также цвет обработки. Обратите внимание, что в подделке он ярко-вишневого цвета. Здесь это все-таки сдержанный оттенок. Фурнитура. Также все пропечатано. Луи Виттон везде. Но есть отличия. Вот эти самые маленькие болтики. Обратите внимание, продевайте руку вовнутрь. Крепления внутри не должны сильно выпирать. Они более плоские. В подделке это ярко выраженный округлый болтик. Также хочу вам показать, как должен быть выполнен в оригинале карабин. Обратите внимание, крепление должно быть более круглым и плоским. Здесь это крепление выступает вверх. Я вам уже говорила, что в этой модели сумки есть вот такой вот клатч. Перейдем к нему. Что, собственно, я могу достать? Это вот такие две карточки. У Луи Виттона нет пластиковых карт. Они их не кладут. Такие вот, как маленькие бирочки. А вот посмотрите, что я достаю в подделке. Это вот такой вот опять целлофановый мешочек. Непонятно зачем. Так, вот такая книжечка. Качество сильно страдает. Цвет не должен быть таким. Ну, картон качество тоже очень сильно страдает. И вот такие вот. Вот. Посмотрите, какой должен быть шрифт у оригинала и какой в подделке. Здесь коричневого цвета, здесь такого красноватого. Ну что ж, убираю обратно. А как и в самой сумке, так и в клатче, есть кожаный ярлык с номером. По номеру можно определить, какого года сумка и где она выпущена. Здесь мы знаем то, что сумка выпущена во Франции 19-го года. Ну, собственно, нам как бы показывается, что сумка новая. Эта сумка и этот клатч выпущены тоже 19-го года в Испании. Ну, собственно, внутри сумки также и написано, что она выполнена и выпущена в Испании. Далее еще поговорим о таких деталях, как кожаный ярлык, пришитый внутри клатча с фирменным логотипом. Здесь он пропечатан, но буквы светлые остаются. Фирменное их отличие, буква О, круглая. Здесь мы такого не наблюдаем, и после нанесения штампа почему-то у новой сумки буквы потемнели. Что же касается еще артикула сумки, то в подделке он, конечно же, шрифт намного крупнее, а в оригинале он выполнен более аккуратно и буковки и цифры меньше. Что еще хочется сказать про подделку, поскольку она у нас новая и ее еще, я очень надеюсь, никто не купит. Обратите внимание, что фурнитуру вот такой вот пленкой не оборачивают. Переходим к внутренностям сумки, а в частности меня интересует внутренний карман, на котором нанесен также фирменный логотип и вот такое вот нанесение краской. Здесь такое ощущение, что все выполнено тоненьким пером, все очень изящно и аккуратно нанесено. Здесь обратите внимание, какой толстый шрифт. Тоже очень верный признак подделки. И вообще все, что касается тонкой работы, выполненной на фурнитуре, на подкладе, нанесенной там, может быть, краской, штампы, все должно выглядеть очень изящно. В подделках все равно это будет достаточно грубовато исполнено. Также хочу обратить ваше внимание вот на такие кожаные декоративные ремешки, которые украшают сумку по бокам. Обратите внимание, как кольцо прошито аккуратно, нежели в подделке. Что же хочется сказать в завершении? Конечно, очень грустно, когда ты видишь вот такую подделку, но мы будем стараться каждый раз находить более отличительные и четкие мелкие детали, чтобы показывать их, рассказывать вам о них, чтобы вы не смогли попасться на крючок и купить ненастоящую сумку. Ну что, друзья, мы с вами прощаемся. Очень надеюсь, что информация оказалась для вас полезной. А вы прямо сейчас пишите, какую сумку от Louis Vuitton вы хотите увидеть в следующем разборе. Обязательно ставьте нам лайки, скачивайте наше приложение и не забывайте подписываться на канал в YouTube. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok